Благодарю Богу, братья и сестры, Бог вам дал хорошее время, что мы можем еще один раз порассуждать над Его Словом, помолиться. Очень важно, когда мы на протяжении недели находим время для того, чтобы побыть в изучении Божьего Слова, правда? Мы очень ленивые люди порой, и дисциплина духовная, она требует усилий. Сложно молиться, сложно читать Библию, сложно. Немножечко где-то нас в собрании, знаете, что-то заставят думать, мы уже потерялись, мы уже где-то там в телефоне, где-то еще в мыслях. Поэтому очень важно, идя в собрание, идя в Дом Божий, себя настроить, быть внимательным, чтобы мы получили что-то. Знаете, можно жевать-жевать и нечего поесть. Надо, чтобы было что и поесть для самого себя. Мы продолжаем изучать книгу Деяния Апостола, особенно жизнь Апостола Павла. Кто был на прошлых уроках, мы говорили уже о призвании Павла, мы говорили о его семье, мы говорили о его образовании, мы говорили о его призвании в прошлый раз. Этот человек очень интересный. Интересный он тем, как он жил, кем он был и кем он стал, и как он закончил свою жизнь. Если вы читали Библию, читали Деяния Апостолов, наверное, вы обратили внимание, что фактически полкниги, даже большая часть этой книги, посвящена именно апостолу Павлу. И в прошлый раз мы не закончили говорить о его призвании. Это 11 глава, мы сейчас вернемся к ней, когда Павел, будучи, или пережив встречу со Христом, он на некоторое время пропадает, как будто с описания Библии и куда-то уходит. Вы слышали, кто был внимательный, что Павел после своего обращения, куда он ехал, кто помнит, в какой город, когда взял письма от первосвященника, куда он ехал, чтобы гнать церковь, кто помнит? Дамаск. Это Сирия, это другая страна фактически сегодня, да, с Израиля, если посмотреть на карте, это вверх по карте, туда, где как раз Антиохия. Вот если вы видите Антиохию, Антиохии есть две, и одна из них называется Антиохия Сирийская, мы сейчас о ней поговорим, а одна будет еще сверху, здесь современная Турция, она называется Антиохия Писидийская, потому что провинция называлась Сирия, а та провинция называлась Писидия. Чтобы вы не путались, очень важные действия вот в этой Антиохии произойдут с призванием Павла в том числе. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, что Павел покаялся, он некоторое время проживает в Дамаске, потом уезжает в Аравию. Непонятно, зачем по сей день, непонятно, для чего. Есть мнение, что это была какая-то миссионерская поездка, или откровение получал от Бога, или Евангелие получал от Христа лично, как он скажет, что я, помните, я не научился от человеков, и не получил это от человека. И поэтому он говорит, у меня нету никакого там, какого-то меньшего статуса с апостолами 12. Почему? Они лично от Христа, и я лично от Христа. Поэтому я могу называться, хотя я наименьший из них, потому что церковь был, но я тоже, говорит, могу называться апостолом. Ну вот вопрос, когда он это Евангелие получил? И обычно многие сходятся в мнении, что как раз в этом аравийском периоде, нам неизведку тайном личном периоде, когда он мог получить напряму от Христа много откровений. Вы понимаете, он приезжает опять в Дамаск, помните, мы в прошлый раз говорили, кто видел, или кто смотрел, может быть, онлайн, или был оффлайн здесь, и он уже убеждает там местных верующих, что Иисус – это Мессия. Это 10-11 глава, вы можете дома прочитать еще раз. И мы как раз остановились на 11 главе, на конце 11 главе с 19 стиха, потому что Лука, он, как бы, знаете, сплетает свою книгу из действий Петра, то есть еврейской, скажем так, истории, и потом плавно уже монтирует в свою книгу историю язычников и Павла. И вот так постоянно идет до где-то 16 главы еще параллельное описание. Петр, Павел, евреи, язычники. И в 15 главе будет собор, потому что столько много язычников начинает каяться, что не знают, что с ними делать. И церковь – это была проблема. Как принимать? Их надо перекаивать, делать их евреями или нет? И на этом разойдутся служения конкретно у Петра и Павла, у Иакова, скажем, и Павла, ну как разойдутся. Они для себя изберут разные группы людей для служения. Павел, наверное, пришел в братскую комнату, один пастор так объяснял для своих церквей. Там висела карта мира, он, говорит, взял красный карандаш, поставил круг вокруг Иерусалима и говорит, Петр и Яков, занимайтесь этой территорией, а я займусь всем остальным. И в конце концов, так оно и получилось, что Павел поехал, полетел по-нашему на кораблях, на самолетах, если бы они были сегодня. А там была церковь, и она потом стала довольно консервативна и даже сформировала некое учение, которое в конце концов не сильно или не напрямую можно было назвать евангельски. Это уже потом в истории церкви их называли эвеониты. Это люди, которые знали неполное Евангелие. Об этом Павел немножко скажет, когда будет говорить об учениках Яанна там и так дальше. Итак, Павел в конце концов приедет в Дамаск, помните своего аравийского путешествия, и он приедет потом в Иерусалим, чтобы войти в контакт. Побудет там у Петра, дней 14, помните, мы говорили. Но когда он попытался там что-то делать, кому-то там проповедовать, кем-то грекам, как-то люди не сильно восприняли этого Павла в этот период. И что делают братья, кто помнит? Чем мы закончили? Описание, это, наверное, 10 глава, не, извиняюсь, 9 глава, 30 стих. Братья его отправляют в Кесарию или в Тарс. В Кесария был порт, а с порта отправили его домой. Вот видите, видите, вот Кесария, и вот его отправляют просто домой в Тарс. Сверху вот вы видите Тарс. Почему его отправили в Тарс, а не позволили ему служить в Иерусалиме вместе с ними? Как-то не воспринимает в этот период Павла. Как-то он слишком подозрительный человек. И Библия говорит, он пытался пристать к ученикам, но как-то все его боятся в этот период. Он уже много лет знает Христа, что интересно, и он проведет в Тарсе, братья и сестры, 14 лет. Что он там делал, тоже непонятно. Примерно сходится в мнении, что три года заняла аравийская миссия, и потом еще приехал на пару дней, на пару, может быть, недель в Иерусалим, там как-то не сильно-то пошло, отправляет его домой, пока успокоится все. И вот, Бог направит сейчас так события, что о Павле опять вспомнят, когда он будет в Тарсе. Вот интересная жизнь, правда? Вроде Бог призвал Павла. Почему так долго подготовка? Никогда об этом не думали. Раз меня Бог призвал на служение, ну, Господи, да зачем мне лета моей жизни тратить? Ну, давай уже завтра что-то делать. Где мои там церкви новые, мои миссии, великие признания, слава? Так не бывает. Помните, Давида помазал Самоил, сколько лет он еще был в бегах? Больше 10 лет. Он гоняет в розыске. По пещерам, по пустыням, по ущельям. То его убить хотят, то его там чуть не предали те, те в городе предали, те, там Саула, Саулу сдали его. Господи, так я же на меня елей, Самоил вылил. Видите, друзья, бывает в жизни вот такие периоды, когда вроде Бог нас призывает, но для Бога очень важна подготовка нас лично. Да, работа она, ее много везде и всегда. Надо, чтобы мы поменялись. И порою между призванием и началом этого призвания, его воплощением, еще есть период длинной подготовки. Итак, что было дальше? Павел находится дома. И смотрите, что происходит. Каким образом Павел войдет в служение? Убийство Стефана, мы видим, происходит. И Библия говорит, вот что, 11 глава, 19 стих. «Между тем, рассеявшись от гонения бывшего после Стефана, пошли до Финикии и Кипра». Вы видите, Кипр вот слева. А Финикия сразу напротив. Это город Тир, Сидон. Вот у нас был брат Кирневых. Они служат, помните, в каком городе? В Тире. Это современный Ливан. Тогда это была Финикия. Вот в том углу между Антиохом и Тарсом, там как раз находится Тир и Сидон. Итак, люди из Иерусалима от гонений, видите, они расходятся. То есть гонения в Иерусалиме очень часто способствовали чему? Миссии. Пошли к Финикии, к Кипру, и, внимание, к Антиохии, никому не проповедуя, кроме иудеев. Это еврейские миссионеры. Вот видите, как интересно. Сейчас нету язычнической миссии. Вот это только Павел начнет. Миссионеры идут, но кому говорят слово? Только своим. Павел еще не миссионер. Павел в Тарсе себе там сидит. Его еще никто не зовет. 14 лет прошло. О нем, может быть, уже призабыли в Иерусалиме. Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые придят, вот эти как раз миссионеры, в Антиохию говорили еленам. Елены – это уже кто? Язычники или евреи? Это уже, это греки по-нашему, это язычники. Благовествуя Господа Иисуса. Первый раз мы видим такое серьезное благовестие, первое для эленов. Помните, что Павел, он пробовал в эленам говорить в Иерусалиме, но как-то там не сильно пошло. Если вы посмотрите на 9.29 деяния, если у вас с собой Библия, я вам советую брать Библии, на библейские изучения. Говорил так же и состязался с эллинистами, и они покушались убить его. Видите, вот этот период Павел еще не может достучаться до еленов. А здесь елены принимают в Антиохии Христа. И была рука Господня с ними, и великое число у веровав обратилось к Господу. Что интересно, друзья, очень часто гонение в деяниях способствует миссии. Михаилу Макиенко, нашему дорогому брату-преподавателю, историку церкви, ему принадлежит такая фраза, он говорит, если церковь не будет исполнять деяние 1.8, то помните, что написано деяние 1.8, когда на вас сойдет Дух Святой, вы будете свидетелями, то в жизни может произойти деяние 8.1. Если вы откроете деяние 8.1, там похожая история, когда произошло от Савловых гонений убийство Стефана, и вот как раз церковь пошла по разным местам Иудеи и Самарии, и фактически начала благовествовать. Здесь тоже самая история, только после Стефанова убийства. Если мы не хотим добровольно быть миссионерами, братья и сестры, иногда Бог, как мы только слышали свидетельство, Он создает условия, когда мы переедем. Вот я переехал в Америку, многие переехали в другие страны из-за войны, и вы знаете, это такое хочешь-не-хочешь благовестие теперь другим. У меня много друзей открыли церкви в Швейцарии сейчас, в Чехии, в Бельгии. Никогда бы в жизни они, может быть, эти церкви не открыли. Там ложили бы себе черепицу или клинку, или кирпичи, или на траках ездили, а так раз, и надо церковь своя. И ты что, ты благовествуешь. Собираешь других, таких как ты, и собираетесь вместе. И видите, начинается церковь. Итак, Антиохия. Это очень большой город. Вот как он в реконструкции выглядел. Очень красивый город древний. Вот карта даже и сохранилась. В этом городе есть одна очень важная особенность. Он считается один из таких самых трех больших городов Древнего Рима наравне с Римом и городом Александрии. Александрии, видите, снизу, вот тут, где Египет, очень известный город древний. Здесь была большая библиотека, кто помнит, которая сгорела. Самая известная библиотека. И первый перевод Библии был сделан как раз в городе Александрии, в мире, в мировой истории. Это был город Александрии. Очень учебный, такой интеллектуальный центр. Оттуда был родом следующий наш персонаж, который мы еще встретим, это Аполлос. Аполлос был очень ученый человек. Он был очень красноречив, потому что в Александрии были большие школы риторики. И потом Павел тоже его найдет, видите, с другого конца мира найдет, и тоже использует его для служения именно язычникам. Считается, что Аполлос написал послание евреям. Там очень сильный, очень богатый греческий язык, которым нет ни в одной книге Нового Завета. Это вообще вопрос спорный. Итак, Антиохия Сирийская, вот так это выглядит сегодня, большой город. Очень много евреев там жило во времена Павла. Некоторые считают, что за границей Иудеи в Антиохии Сирийской жило больше всего иудеев всех городов Римской империи. Если не считать иудею, понятно, там евреи живут, то вот в этом городе жило больше всего вот такой обычный сегодня арабский город фактически. Там есть даже сегодня такая известная церковь, там церковь, куда как будто по преданию приходил Петр и встречался с местными верующими. Мы знаем из Галатом второй главы, то сюда действительно часто приезжал Петр тоже, не только Павел. И вот есть такая пещерная называет эта церковь, она в пещере сделана, как бы христиане прятались от властей часто и собирались таких вот в могилах. Эти фактически пещеры, это были древние могилы. Вот так они выглядят. Вот это первые дома молитвы первых христиан, друзья. Видите, вот в этих ущельях здесь ложили пепол умерших верующих. И римские граждане, они были суеверны, они боялись заходить в такие гробницы, и христиане начали собираться вот таких, это без кондишен, там, в принципе, было прохладно, без прожектора, без скрина, видите, это были первые дома молитвы, так называемые катакомбные церкви. Так как и римские граждане боялись заходить, то христиане собирались рядом с похороненными святыми, там, ну, скажем, верующими своими братьями, сестрами, уже умершими. И вот так рождалась такая церковь, чтобы избежать гонений, церковь пыталась как-то выжить, они прятались, шифровались, появляется вот этот знак рыбки, когда собиралась, скажем, одна группа христиан и другая, или другие люди, которых христиане эти не знали, как определить, ты верующий во Христа или нет, чтобы не говорить это вслух. Они рисовали ногой на песке рыбку. И если человек понимал, что это значит, с другой стороны, он тоже ему в ответ рисовал ногой на песке простой знак, рыбка такая, да? По-гречески это слово ихтиус. Ихтиус это по-гречески рыба. И если взять эти все буквы ихтиус, это Иисус Христос, там Сын Божий Спаситель в переводе, да? Вместе первые слова, первые буквы этих пяти слов это как раз слово рыбка или рыба. И вот так вот в таких вот условиях церковь, она формировалась, она начала расти, умножаться и Бог ее проводил. Итак, как образовывается церковь Антиохии? Мы видим интересный момент. То есть там есть какое-то пробуждение из-за благовестия местных, которое произошло от гонения. Дальше мы читаем, дошел слух о сем. О сем это о чем? О пробуждении, которое там происходит. Куда дошел слух? До церкви Иерусалимской. Она контролирует процессы вокруг себя. Имейте в виду, что церковь в Иерусалиме считалась центральной церковью. И даже Павел собирает через всю книгу деяния пожертвования по всей империи именно для этой церкви. Она подвергалась больше всего гонениям, издевательствам. Это была центральная церковь, по-нашему, такая, междуштатного, скажем, по-американски фактора или формата. И смотрите, что происходит дальше. И поручили Варнаве идти в Антиохию. Мы уже помним с прошлого нашего занятия про Варнаву. Варнава когда появляется первый раз? Когда он появился в прошлый раз? Кто помнит? Что он сделал? Какое его было действие? Он Павла пытался соединить, как-то приклеить его к Иерусалимской церкви. Он был таким, знаете, связывающим звеном. Он пытался как-то внедрить этого. Он видит, способный брат, надо его привлечь к церкви, пробы как-то туда, его сюда. А местные братья как-то, ну, знаете, надо проверить брата. Испытательный срок его на 14 лет отправим его в Тарс. Пусть посидит брат. Посмотрим, что с него получится. Не спешили рукополагать брата Павла на служение. Вот бывает так, давайте, не можем мы рассмотреть какого-то таланта. А Варнава видит. Варнава очень уникальный человек. Он, если бы не он, я бы не знал вообще Павла, а Павля бы вспомнили или нет. Понимаете, в церкви надо такие люди, как Варнава. Очень надо. в Диане. Представляете? Но Варнава находит Павла один раз и вот сейчас, смотрите, что происходит дальше. Он, а Павлиж помнит, что его отправили в Тарс 40 лет назад. И вот Варнава отправляют, видите, по карте сверху вниз в Антиохию. Зачем? Ну, пойди, брат, проверь, что там за пробуждение происходит. Проконтролируй процесс. поручили Варнава. Он прибыв, увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый. Интересно, видите, какое качество? Добрый муж. Я не знаю, о ком еще написано в Диане, кроме Варнава, что он был добрый человек. Вот он любит людей. Да, вот его имя значит, сын утешения, правильно, да, спасибо. И исполненный Духа Святого и Вера. Вот интересное соединение характера человека. Библия, друзья, она не имеет просто слов, которые написаны просто так. Добрый человек, исполненный Духа и Веры. И приложилось довольно народа к Господу. Но потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. И целый год они уже вместе собираются в церковь и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии, вот о чем я говорю, первая особенность этого города, в первый раз стали называться христианами. Интересная роль. Почему Варнава пошел за Савла? Как вы думаете, братья и сестры? Давайте порассуждаем вместе. У нас учеба, у нас не просто проповедь. Зачем Павел, зачем Варнаве надо Савла? Если смотрите, перед этим написано, и приложилось до воли народа к Господу, у Варнава все хорошо получается. Зачем ему Павел? Он еще не Павел, он еще Савл. Это важное дело. Только в 13-й главе поменяется его имя. И это тоже важное дело. Почему именно в 13-й? Сейчас он еще Савл. Кого есть ответ? Зачем для Варнава Савла? Может быть, уже Варнава, да, Кирилл, правильно, может быть, он уже помнил, как он там в Иерусалиме пробовал, помните, с еленистами этими спорить, 9-я глава, 29-й стих, он написал, состязался с еленистами, помните? Да, Бразуми. Ну да. Духовный к духовному тянется, ну да. Смотрите, Варнава очень, это человек, человек команды, он видит, что работа Божья идет. Что он делает? Все, это моя слава, это через меня все произошло, вот пробуждение пришло, аллилуйя, где фотографии со мной? Нет, видишь, что он делает? Он знает, надо этот огонь поддерживать, надо искать команду, надо умножать дело Божье. Это очень важный урок для нас, друзья, когда Бог начинает через нас что-то делать, ищите помощников, пусть подключаются, пусть помогают, не зацикливайтесь на себе. Вот если бы Варнава просто поехал, он просто поехал в поездку, это же не было его переселения в город, он поехал от имени братьев все время, проверь, как там ситуация. Он уехал бы обратно, если бы не Савл или Павел, может быть, это все, скорее всего, как-то из, не знаю, там, огонь от погаса, кто его знает, помните, как пробуждение в Америке, недавно было в одном университете, Авсбори, помолились, но месяц, но два, но как-то все уже, как бы никто ничего об этом не говорит, но Варнава подключает человека, который будет более стратегически влиять на более длинную дистанцию, и они начинают учить, учить церковь. Что интересно, здесь, скорее всего, соединяется в первый раз, и потом это будет аргумент для Иерусалимского собора, друзья, я уже работал с языкщиками, они каются, как и евреи, и мы уже видели их в одной церкви, не надо их отталкивать от евреев, мы же уже с ними работали, и первый раз люди начинают себя называть не иудеи, а как христиан, христиане. Вот интересно, почему они себя так начали называть здесь? Какая причина? Раньше фактически проповеди язычникам не было, скорее всего, из-за соединения язычников с иудеями, которые уже не могли себя называть все иудеи. Им надо было какое-то слово, которое объединит всех. Ну, конечно, какое же слово можно взять, если не христиане? То есть, видите, как Христос интересно даже название меняет, даже подход к жизни меняет. Уже не украинцы, уже там не христиане, интересно, почему они называются там не греческие христиане, не иудейские верующие, а просто христиане? Павел об этом потом скажет. Уже нет, помните, ни варвара, ни скифа, ни раба, даже вот экономические сословия во Христе съехали на один уровень, ни свободного, ни раба. Во всем, во всем Христос. Что делает, друзья, Христос в нашей жизни, Он помогает нам принимать всех людей, общество, церкви. вопрос, почему Варнава избирает Савла? Это интересный момент, это интересно, почему? Я называл, я вижу реально три причины, братья и сестры, три причины. Во-первых, Павел, он говорит на греческом, он даже пишет на греческом. Греческий в этот период, это язык миссии, это язык мира. Да, переписку Римская империя вела официально на латинице, на латинском языке, это был официальный язык Римской империи, но, скажем, все общение, все дискуссии, это современный аналог только английского языка. Если ты хочешь достичь людей, надо учить греческий. И Павел не только учит греческий, он даже цитировал поэтов для афинян, их поэтов на греческом языке. Это какого уровня греческий был у Павла. Вы можете Шекспира процитировать на английском языке? Зачем он это учил? Когда он это учил? Ладно, брат Павел, Библию читает, какого-то эпикрида учишь стихи. Зачем? Он это цитировал три раза в Новом Завете. В послании к Коринфянам, в послании к Титу и в Афинах. И все три разные авторы греческие. То есть Павел был подготовлен контекстуально, он мог влиять, он знал общество. Это называется контекстуализация, то есть знать, кому я говорю, с кем я работаю, что они любят, что они поют, что они едят, какие у индейцы, тут американцы, там французы. Сейчас мой друг приехал из Украины, в той неделе его рукоположили на французской церкви, пастырем из Украины, со Львова. Он говорит, Андрей, учу французский, в жизни не учил. А вы знаете, что Канада была образована Францией, там очень много французского языка везде. И пол церкви, 600 членов церкви, пол церкви говорит на английском, пол на французском. Он приехал украинец, румын по национальности. Говорит, все смешалось в голове. И он так быстро пошел, что уже рукоположили, его выставили на служение, рукоположение будет чуть позже, как главного пастыря даже. То есть люди должны изучать. Во-вторых, Павел еврей, друзья. Это уникальное соединение, он знает своих людей. И он всегда будет начинать в Диане синагог. Там, где в городе были синагоги, вы можете все места просмотреть Диане, он всегда будет идти сначала к своим. И только когда в городе не примут его, он будет идти к язычникам. Но обычно это как было, что они арендовали какой-то домик возле синагоги и там отдельно учились. Школа тирана, помните, упоминается в Диане, как это еще, там начальник синагоги покаялся, он дал свой домик, Эфесия, он будет три года учить местных верующих, три года. Каждый день библейскую школу открыли при синагоге, ну она была отдельно, но как бы от евреев, которые покаялись. Ну и конечно, друзья, Павел хорошо подходит на роль тому служению, которое еще не занято. почему Петр не шел к язычникам? Однажды пошел к Корнилию, и только когда его Дух Святой прям направил, Петр, иди, тебе туда надо пойти, там Корнилий римский сотник тебя ждет. А почему Петр не продолжал служение язычникам? У каждого из нас, друзья, есть свое поле деятельности. Не надо думать, что если я не Петр, то все, Богу я не надо. Раз я не так не езжу по Аляске, как брат, то я, наверное, бесполезный для Бога. Или там не поехал в Мексику на миссию, да что ж с меня возьмешь, какой я верующий, да? Вот там сестра Аля или брат Коля, вот они в Африке были, в Индии. Друзья, Петр не был и близко в столько городах, как Павел, но Петр был столб церкви. Он фактически отвечал за главные постулаты вероучения в то время в Иерусалимской церкви вместе с Иоанном, с Яковом. У них было свое служение. Поэтому не думайте, что если вы не Павел, то все, вы никакой неверующий или вы бесплодный верующий. У вас будет свой круг влияния. Может быть, вы для подростков служите, может быть, вы только для стариков, или вы только для новообращенных, для молодых семей ваше служение. Это только ваше поле служения, а для других только молодежь, только кемпы, это их служение. Они, получается, умеют организовать. У Павла было служение, которое не занято. Более того, он даже не шел туда, где уже было проповедано. Помните, как он это объяснял? Я не строил на чужом на чужом основании. Он говорит, работы много, там, где еще нога не ступала. Итак, что интересно, как Павел входит опять-таки в круг служения Иерусалимского, друзья, смотрите, что происходит. Вот как Бог интересно направляет события, что фактически Павел опять соприкасается с Иерусалимской церковью. В те дни пришли с Иерусалима в Антиохию пророки, 11 глава Деяния. И один из них по имени Агав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при Кесаре Клавдии, когда ученики положили. Тогда ученики положили. Это с какой церкви ученики? Давайте еще раз для себя. С Антиохией. Мы говорим об Антиохии. Антиохии Сирийской провинции Сирия, Антиохия. Откуда начинается еще раз самое первое серьезное духовное движение? С Иерусалима или не Сиросалима? Не Сиросалима. Антиохия Сирийская. Запомните этот город. Именно в современной Сирии первый раз начали называться христианами. Это интересно, как будто христианство вытолкнулись за границей Иерусалима. Оно там было, конечно же, но как-то оно не сильно шло дальше к язычникам. Настоящая церковь из всех народов начинается только в Антиохии. Так вот, смотрите, был голод. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, то есть собрали деньги, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савва. Вот интересный нюанс. Приезжают пророки, не знаю, интересные пророки, Агавь, его даже имя есть, за преданием он умер как мученик именно в Антиохии, и он говорит, что будет голод. Этот голод действительно был, это подтверждается исторически, кроме Библии. и вот смотрите, что интересно, братья местные решают отправить опять, уже попытка номер два фактически, чтобы Саввел поехал в Иерусалим. Почему так? Скорее всего, вот почему именно эти двое? В первой они уже были вдвоем в прошлый раз, и Варнавов пытался именно Саввел этого привлечь к служению в Иерусалим, но его как-то местные братья не восприняли. Но сейчас уже доказав некое служение на практику, целый год они учили в Антиохии, уже Варнава как бы имеет еще один аргумент, братья, я с ним работал, да, плюс проверить доверие. Это очень интересный момент. Еще нет больших путешествий, но Павлу дают такие поручения, которые как будто, ну, Павел, ну, что, некому деньги завести, как-то унизительно вести деньги, ну, как будто, знаете, курьер, доставка на Амазоне, завези в город там одну посылочку, там не на конференцию поедет пастушку, деньги завези. Но Павлу дают такие маленькие первые такие фактически поручения, и Павел может фактически в этот момент потихоньку войти в более приближенный круг Иерусалимской церкви. Еще один интересный момент, смотрите, вот как Лука пишет всегда, Варнава и Саввл, видите, всегда у него до определенного текста будет Варнава первый. Саввл фактически в его подчинении всегда. Вот вы можете вот очень долго видеть именно Варнава и Саввл, это не просто так, у Луки все имеет смысл. Дух Святой конечно дает слово для Луки, Варнава руководит этой поездкой. Варнава фактически тот лидер, друзья, который нашел, который поверил в Саввла, который его вырастил в какой-то мере как служителя. Очень мало знаем про этого Варнаву. Если бы не Варнава, у нас бы не было послания Павла, у нас бы не было христиан, может быть, в Антиохе в таком масштабе. И что интересно, мы читаем дальше. Появляется еще один человек здесь потом. Павел и Варнава относят деньги, и в Иерусалиме они в свою команду берут еще одного человека, которого в истории церкви будет известна как Иоанн Марк. Иоанн Марк. А Варнава Витя опять Варнава первая. А Варнава и Саввл, не Саввл и Варнава. Потом в деянии все поменяется. Потом всегда будет Саввл и Варнава, Саввл и Варнава. Сейчас Варнава и Саввл. Еще продолжается процесс формирования Павла. Павел еще как бы не самостоятельный. Варнава и Саввл по исполнении поручения так скромно описывает Лука. Какая-то интересная была дискуссия. Опять приехал Саввл. Опять Варнава его нашел. Сколько можно? Мы же его отправили домой. Опять его привезли в Иерусалим. Что с ним делать? Ну, раз Варнава за него взялся, пусть с ними ездит, наверное, да? Они возвратились. Их там не задерживали. Опять из Иерусалима в Антиох и взяв с собой Иоанна, прозванного Марка. Этот Марк в дальнейшем станет очень важной фигурой Библии, друзья. Именно этот Марк напишет Евангелие от Марка. Иоанн Марк. Именно этот Марк однажды уйдет от Варнава и Савла. И этот Марк станет правой рукой не апостола Павла, а апостола Петра. Что интересно. И по преданию церкви именно этот человек помните там бегал голый когда Христа взяли. Он там за Петром наблюдал своим фактически уже будущим. Ну он вообще за учениками наблюдал. Но есть мнение что именно этот был юноша который там бегал присматривался за апостолами. Почему? Интересная такая история. Он потом все таки пристанет к этим людям вот как Варнава к Павлу Марк к Петру. И фактически в дальнейшем даже есть мнение что Марк будет с ним до самой смерти. Помните когда Петр пишет первое послание Петра он в конце говорит примите привет из Вавилона так называли город Рим в то время образно и примите привет от церкви Вавилона и от Марка моего сына. Он называл Марка сыном своим. Вот как Павел называл фактически Тимофея и Тита у Петра это был Марк. Но сейчас пытается его взять к себе Павел. Павел или Варнава скорее всего Варнава но фактически Марк не сильно как-то приживется в этой команде. В любом случае смотрите на какие интересные обстоятельства. Марк он сильно привязан с Иерусалимом. Его взяли в Иерусалиме видите это очень важная деталь. В Иерусалиме есть Петр есть Иоанн есть Иаков брат Христа родной. Апостол Иакова убьют потом Ирод убьет. Есть такие мужи серьезные. Тут приезжает Варнава. Я сейчас объясню почему Марк был родственник Варнавы. И может быть Варнава хочет привлечь молодого парня в служение. Предлагают ему новое служение новый вариант служения но что-то пойдет не так. Очень три важных момента касательно сейчас мы подытожим обращение Павла. Савла. Когда Бог призывает нас когда Бог призывает Савла происходит некое преображение этого человека. Но это не просто изменение какой-то мысли знаете одна хорошая мысль на другой это изменение всей жизни нашей. Павел кардинально поменяется во всем. Он потом скажет что когда во мне открылся Христос я все почитаю щитой. Как так можно про свою жизнь сказать? Мы с вами видели на первом уроке сколько в него вложили информации раввины Талмуд Мишна года ожидания великого фарисея Гамалий с ним занимается личные уроки ему преподает вот у нас будет звезда иудаизма будущая вот мы прославим Иерусалим и как интересно у Бога чувство юмора да? Наверное есть хорошее Бог взял и то что Павел досконально изучал в деталь как под микроскопом этот закон это все будет для того чтобы потом в какой-то мере даже с этим законом бороться с законниками скорее чем с законом которые сильно этот закон пытались навязать тем даже кому это не имело отношения когда Бог нас друзья меняет что такое покаяние покаяние это то что происходит у Павла это не там ты не просто перестал говорить плохие слова у тебя все поменялось ты ценности имеешь другие ты увлекался одним ты Христа познал все для тебя остальное мусор Евангелие в центре Господь в центре поэтому если вы хотите понять что такое покаяние посмотрите на обращение Павла во-вторых преображение Богом всегда дается от чего-то для чего-то если Бог вас и меня избрал дал нам возможность покаяться быть церкви друзья это не просто так скажите слава Богу чтобы Бог нас избрал если вас Бог призвал так сделать чтобы вы родились в верующей семье вы слышали слово вы знаете Библию Бога вы можете говорить на английском на русском на украинском белорусском молдавском это то что надо именно в этот момент в этот период жизни вашей судьбы чтобы вы были для чего-то теперь призваны у Бога нет ничего просто так это не люди знаете ну просто поэтому дал вам Бог возможность иметь Святого Духа знать Библию у вас должна быть миссия и он даст вам он ее открывает он послает вам правильных людей в жизнь как у Павла было для чего появляется Анания Варнава в жизни Павла для чего направить Павла куда в служение ну это же просто брат пастор попросил меня поехать там на кемп я же думаю что это Господь прям ко мне говорит а это может быть Господь это просто брат Коля попросил меня поехать с ним там или Макс или кто-то еще на Аляску в поездку посмотреть я думал просто там поеду рыбу половить да а раз и призвание родилось и уже ты хочешь ехать и уже кого-то брать кого-то иоанна Марка найти с собой чтобы он тоже поехал посмотрел вот так рождается и служение поэтому вот как раз то что третьего то что я только что сказал преображение оно активно проявляется благодаря общности с другими верующими почему Павел не прозрел сам без Анании ну что такое какая роль была Анании соединить Павла с церковью почему Павлу надо идти в Иерусалим отнести деньги ну Павел ну как-то как бы пусть приезжают сами заберут деньги если мы им соберем так оно делается что это я должен терять свой график жить нет Павел надо поехать там авторитетная церковь там столпы церкви апостолы прояви свое служение на этом этапе как слуга варнава ты ходишь под ним он тебе взял в служение он тебе дошел увидел тебе какой-то там дар поднял может быть помолился за тебя поддержал тебя а потом вообще варнава тихо уйдет со стороны с деяния будет только Савва только Павел мы даже не знаем где этот варнава поделся куда он потерялся как он умер где он еще жил служил потом где-то отделится от Павла будет будет другой период в его жизни уже там сила появится уже другие апостолы вот так друзья происходит и служение наше с вами поэтому преображение это не только спасение от греха друзья преображение это это фактически призыв к служению когда мы читаем о Библии Библия говорит что это слово Божье полезно для всех чтобы человек был Божий совершенный ко всякому доброму делу приготовлен поэтому познание Бога у Павла рождает активную миссию если вы познали Бога во много лет вы уже в вере и вы не занимаетесь миссией мы сегодня с братом с Аляски вместе говорим об одном и том же так он с другой стороны я с другой познание Бога должно рождать братья и сестры активную миссию это активная миссия вывод номер 3 всегда действует в союзе с другими верующими церкви не ждите архангела в свою комнату в спальню он может прийти раз кому-то в сто лет но обращайте внимание на простые приглашения от других членов церкви куда-то поехать чем-то заняться помочь это на кемпе в воскресной школе в хоре в группе в проповеди посещении больных помолиться за кого-то это и может рождаться ваше призвание в таких мелких вещей кому-то занести деньги кому-то занести бутерброд кому-то вам помыть машину кого-то посетить идем вместе посетим давай марка еще возьмем с собой ну давай вот так рождается миссия давайте откроем наверное про приезд Петра да или нет галатом еще раз вторая глава восьмой девятый я так найду тут вообще это галатом первые две главы это очень интересное соединение с биографией Павла мы уже в прошлый раз об этом говорили что скажем вот помните что Павел не говорит Лука не говорит ничего про Аравию а именно Павел сам об этом скажет галатом почему Лука это пропустил интересно что такое было личное наверное восьмой и девятый да напротив того увидев что мне верено благовестие седьмого начну благовестие для необрезанных как Петру для обрезанных ибо содействовавший Петру в апостольство у обрезанных содействовал и мне у язычников и узнав о благодати данной мне как Павел рассказал о себе да помните что момент очень важное слово узнав о благодати данной мне помните мы только что читали что ученики увидели послание из Иерусалима в Антиохии вот еще раз я открою увидев благодать если вы не помните да вот помните когда Варнава приезжает в вот видите слово когда Варнава приезжает в Антиохию он увидел благодать Божия вот сейчас Павел рассказывает в Галатам об этой истории 2.9 и узнав о благодати данной мне Яков и Кифа и Иоанн почитаемые столпами подали мне и Варнаве руку общения чтобы нам идти к язычникам а им к обрезанным только чтобы мы помнили нищих что я и старался исполнять в точности вот а вот дальше интересный нюанс когда же Петр пришел в Антиохию то я лично противостал ему потому что он подвергался нареканию ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками пока вот эти не пришли где мы читали а когда те пришли люди из Иерусалима пришли в Антиохию то стал таиться и устраняться опасаясь обрезанных видите вот Павел рассказывает интересные истории что в Антиохию приезжал и Петр вот в эту Антиохию первые назывались христианами для чего тогда Петр приезжал и когда вот это интересно когда перед этим он рассказывает что уже благодать есть уже ученики об этом слышат в Иерусалиме что есть Варнава есть я мы уже посланы к язычникам что мы скажем так и делали чтобы мы помнили нищих что я старался вот нищих обычно считается что речь идет о том чтобы собрали пожертвование для Иерусалимской церкви что я старался исполнять помните они завезли деньги тут тоже как бы есть этот момент но вот где-то в какой-то период пришел в Антиохию Петр он пришел не на свою территорию то есть видите какое-то время церковь Иерусалим она пытается контролировать пробуждение среди язычников приходит Варнава кто туда послал Варнаву наверное тоже Петр Иоанн Варнава как бы настроил процесс вот он туда сам Петр приезжал еще но об этом Лука не говорит только Павел об этом говорит в Галатах у меня есть там кажется слайд даже про это дальше что этот конфликт почему есть эта пещерная церковь именно в Антиохии вот она это же церковь Петра видите не Павла в Антиохии потому что считается что в эту пещерную церковь сам Петр приезжал так на братский совет поговорить про это местное пробуждение которое тут среди язычников происходит о чем это говорит о том что не так просто было друзья первая церковь с этим всем разобраться что делать представьте себе начали каяться среди нас не знаю мусульмане и они пытаются соединить ислам с христианством говорят давайте будем собраться в одном собрании но как-то мы будем это вот так понимать а вы вот так ну конечно может быть некорректный пример но примерно это выглядело так как бы закон уже как-то не надо он как бы не для всех а может для всех а вот суббота а когда собираться в субботу или воскресенье или может быть в пятницу ну какая мысль победит еврейская или языческая а пасху надо праздновать мы же как бы уже христиане но мы же из евреев вышли о кущей а детей обрезывать на восьмой день новорожденных надо или уже не надо видите сколько вопросов появляется когда ты Христа принимаешь жил себе спокойной жизнью все было понятно и вот тут Петр пытается как-то и с теми и с теми но его не получается он пока здесь среди евреев он как бы еврей с языческими обращен он как бы уже христианин обращенный еврей да но вот Павел он кипит он это не может принять он видит что так нельзя и лично противостоит именно на территории где он при его содействии было пробуждение он противостоит Петру это было не Верусалим это было в Антиохе и скорее всего хотя Петр и отправил Павла с Варнавой туда но он все равно приезжал посмотреть он как бы читал наверное себя более в этом плане ответственным скажем так за этот регион поэтому я думаю Майкл что это было после их пробуждения после обоснования церкви после того как их отправили в какой-то мере Петр все-таки пытался влиять пытался влиять пытался усидеть на двух стульях в какой-то мере и в конце этого у них ничего не получится и 15 глава Деяния об этом говорит что собираются все и Варнава приезжает с Павлом в Иерусалим опять собираются местные служители и решат что делать как нам эти две группы людей соединить в одной церкви я думаю там были молитвы там были посты в конце концов вы помните это утверждение было угодно Духу Святому и нам не налагать на язычников ничего более кроме ничего более вот это поворот был в церкви представляете какой евреи покаялись им ничего не надо кроме есть там удавлены крови самые такие дикие всякие вещи которые делали языческие народы воздерживают от блуда и в русском псинодальном переводе еще добавлена фраза которая не в других переводах не делать другим того чего себе не желаешь и такие такие гарни слова в конце будьте здоровы будьте здравы в русском написано в украинском будьте здоровы все вот друзья был такой собор иерусалимский который навсегда с этого момента расставит точки над и кто работает с евреями как с ними работать кто работает с язычниками как с ними работать и Павел уедет с этого момента уже четко с пониманием с письмами с рекомендацией мы это видим потом официальными документами от иерусалимской церкви что мы вот так вам не надо там обрезываться но он это будет встречать все равно постоянно помните галатскую провинцию он туда приедет он там вот как раз в первое путешествие он туда приедет там церковь образовывается а потом он туда уедет а за ним евреи бегут и говорят Павел вам не все сказал вы-то Христа познали но вам еще надо весь список исполнить что вы это думаете что это за свобода у вас такая когда Павел это вот видел когда их отклоняли от Христа он кипел он кипел он говорит да я душу ложу за это да кто вас прельстил он говорит вы неразумные галаты кто вас остановил вы шли так хорошо то есть он с этого момента он всегда будет за Евангелие он скажем так рвать и метать это его будет боль личная когда только посягает на Евангелие где-то хоть немножечко добавит к Евангелии что-то не уклониться от простоты во Христе ни вправо ни влево даже ангел с небом может прийти что-то другое будет говорить не принимайте не принимайте вот я думаю на этом мы с вами закончим если у вас какие-то есть вопросы пожалуйста вы можете их задать если нет мы подытожим я уже не буду говорить сегодня про все путешествия мы сделали такое как бы введение в это путешествие я надеюсь вам было интересно какая-то мысль для вас вот это сложный вопрос Варнава и Павла не непонятно скорее всего или ровесники или Варнава немножечко старше если смотреть по лидерству то Варнава уже имеет статус в церкви Варнава уже признанный служитель в Иерусалимской церкви это говорит о том что все-таки он был наверное старше плюс у него есть Марк Марк это его племянник Иоанн Марк которого они сейчас берут в себе в служение то можно сказать что как бы это уже старший раз он племянник который уже скорее всего юноша довольно взрослый который уже может с ним ездить это верно его и брат был старший это скорее всего где-то может лет 5 считается в классическом понимании да именно даже есть мнение что Марк писал Евангелие или там писал от прямых речей Петра потому что по богословию друзья Евангелие от Марка написано первым из всех четырех оно считается самым ранним из всех но самое короткое оно пишется вот таком похожем очень много кстати в Евангелии от Марка если вы дома проведете исследование больше всего информации о Петре вы узнаете из Евангелии от Марка что пишет человек приближенный к Петру вот Лука это слуга ну как слуга соработник Павла Лука сам язычник и он очень много описывает служение Христа для язычников для бедных для детей для там сотник это его это его сфера как у Павла это стиль Павла язычники а вот Марк это больше такой проеврейский больше такой направленный на свою аудиторию еще вопросы пожалуйста комментарии может у кого-то еще добавить а для кого-то это полезно друзья или мы не будем это делать полезно вам изучать Библию полезно хорошо пожалуйста если есть вопросы комментарии вы можете задать если нет мы будем молиться и благодарить Бога вот это интересный вопрос первый раз такое слышу может быть один из семидесяти учеников хорошо еще вопрос комментарии нет да да мы можем помолиться да или Майкл ты помолишься да пожалуйста да Парадасири пожалуйста друзья слава нашему Господу это есть на